Подрэнчник крок по кроку. Позвим аеден лекция 18. 18 урок. Приветствую всех у себя на канале, который называется Лилия Янушкевич. Появились сейчас другие каналы, которые просто дублируют мой контент без моего ведома, без моего согласия. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, учите бесплатно польский язык. Мы с вами начнем 18 урок, как всегда, с новых слов. Пентро, этаж. Мебель, мебель. Партер, первый этаж. Польша. Этажи начинаются с партеров. Вначале партер, потом первый пентро, другий пентро, третий пентро, четвертый пентро и так далее. То есть наш первый этаж называется партер, а польский первый этаж для нас это второй этаж. Каменица, каменный дом. Коминок, камин. Спижарня, кладовая. Стрых, чердак. Пивница, подвал, ранковички, перчатки. Перед нами схема квартиры. Семейство Май. У них новая квартира. Позже мы почитаем текст о их квартире. Сейчас давайте просмотрим и прочтем название комнат. Часть А частная, але власная. Часть А тесная, но собственная. Итак, вэйщем. Вход. Пшэтпокуй. Такой предкомната. Покуй – это комната, а пшэтпокуй – прихожая. Перед комнатой. Уоженка – ванная комната. Сыпяльня – спальня. Кухня – кухня. Покуй – гощины. Чили салон. Комната для гостей, гостевая комната или же зал. Балькон – балкон. И давайте прочтем, переведем текст. Если появляются новые слова, пожалуйста, выписывайте с переводом. Панство май. Мешкаем в новом блоку в Шрудмещу. Семейство май живут в новом блочном доме в Шрудмещу. Маем мешканья на четвертом пентше. У них квартира, то есть они имеют квартиру седословно на четвертом этаже. Для нас это пятый этаж, потому что начинается с партера. Вчешней мешкали разом с родицами пана Грегорза в блоку, сбудованном в летах 70-х. Але от кеды пан Грегорз зачаў працоваў в фирме информатычной и добрзе зарабяць, здецедували, же везмам кредит и купили новое, дощ дуже мешканья 120 метров квадратовых. Ранее они жили вместе с родителями пана Грегоша в блочном доме, построенном в 70-х годах. Але, но с тех пор, от кеды, с тех пор, как пан Грегорз начал работать в фирме компьютерной, такой программистом, например, и хорошо зарабатывать, они решили, что возьмут кредит и купили новое, достаточно большую квартиру, 120 квадратных метров. Кроме кухни, ванной комнаты, прихожей и спальни, есть также три комнаты Кароля, Каролины и маме вместе с большим залом, с которого выходица на балкон, в покою, в котором мешка террас маме, был кедыщ габинет пана Грегоша. Але панство майпши не шли вшистке жечь из габинету до своей сыпяльни, чтобы зробить новый покой для японской студентки. В комнате, в которой живет сейчас маме, был когда-то кабинет пана Грегоша, но семейство майпши перенесли все вещи с кабинета в свою спальню, чтобы сделать новую комнату для японской студентки. Хочешь мешканье, ест в доброй окулице и ест новое, пани Йоанна мажи о властным дому навщи, в котором бенджи коминек, спижарня, стрых, пивница и дуже покой для дечи, внуков, пшаячу и родины. Хотя квартира в хорошем районе и новая, пани Йоанна мечтает о собственном доме в деревне, навщи, вещь, деревня, какая-то сельскоместная, загород, загородом, в котором будет камин, кладовая, чердак, подвал и много комнат для детей, внуков, друзей и семьи. Итак, перед нами название мебели. Давайте прочтём и посмотрим, как это выглядит и как это называется. Образ, картина, шафа, шкаф, ванна, ванна, лодувка, номер 15, холодильник, софа, диван, лампа, лампа, регал, стеллаж, такая полкокнижная, стеллаж, регал, пралька, номер 9, стиральная машина, лужко, кровать, фотель, кресло, пука, полка, прыжниц, душ, прыскает на нас, когда мы моемся, прыжниц, душ, люстро, зеркало, не люстра, зеркало, люстро, зеркало, кшесло, стул, вешак, вешалка, кухенка, номер 18, кухня, такая кухонная плита, змыварка, вот она, посудомоечная машина, телевизор, телевизор, квятек, цветок, комода, комод, стул, стол, умывалька, номер 5, умывальник, убикация, унитаз, также называют еще сэдэс, бюрко, письменный или компьютерный стол, зелев, раковина, умывалька, умывальник, зелев, раковина. Запоминаем, пожалуйста, слова. И переходим к новой теме, к новому падежу. Так, мейсцовник, предложный падеж, мейсцовник, от повяда на пытание, о кем, о чем, предложный падеж отвечает на вопросы о ком, о чем, пока мы рассматриваем единственное число. И также есть предлоги, после которого нужно использовать мейсцовник, предложный падеж, в, на, ши, по, о. Итак, рассмотрим, какие окончания. Прилогательные в среднем роде и в мужском роде совпадают, так же, как и существительные, и имеют окончание. Прилогательные им, им, существительные э, у. В женском роде прилогательные имеют окончание эй, существительные э, и, и. Отчего это зависит? От буквы, на которую заканчивается слово. Вот перед нами большая подробная таблица. Расписаны все буквы алфавита и после какой буквы, в каком роде, какие окончания нужно ставить. Мужской род – колоночка, средний род – колоночка, женский род. Смотрите, после основных твердых букв ставим окончание и, э, или же э. Присходит чередование. Т превращается в ц, д, в дз, р, в ж, о, в мягкую л. В среднем роде и в мужском роде, после букв, видим, все с кресками, л, е, ч, ж, ш, дз, ц, х, г, к, идет окончание у. Сейчас мы говорим о существителях. В женском роде происходит чередование. К превращается в ц, г, дз, х, ш, и ставим окончание э. После ц, дз, ш, ж, ч, идет окончание и. После л, е и всех с кресками идет окончание и. Буковку н здесь и здесь может смягчать также буква и. Не взять на кресках. Есть исключение слова в емдке. Дом в дому, пан о пану, сын о сыну. Запоминаем. Давайте пойдем к упражнениям, чтобы все это лучше запомнилось у нас. Начнем со второго упражнения. Где рубим и закупы? Где мы делаем покупки? В склепе, на таргу, в магазине или на рынке. Где купуем и газеты? Где мы покупаем газеты? В киоску, в салоне, просовываем. Где ем и обед? Где мы кушаем обед? В ресторрации, в баже. Где танчим и где танцуем? В клубе, на дискотеце, в пабе. Где плывам, где мы плаваем? В море, в оцеане, в жеце. В море, в океане, в реке. Где шпевам и где мы поем? На лекции музыки, на концерте. И теперь переходим немножечко вверх, поднимаемся в упражнение номер один. Прошу, прошу, что-то у меня с демонстрацией. Ага, так, окей. Прошу, прошу, бардон. Переходим вот к первому упражнению и рассмотрим подробно, после каких букв, какие окончания. Итак, здесь у нас по три слова. Видим, слова существительные, как черные, заканчиваются на букву т. Д, ф, с, м, з, н, твёрдое, б. Все они имеют окончание. И, э. Вот они все у нас в этой колонечке, независимо от рода. Кобета о кобече. Тата о таче. Билет о билече. Т, как мы видим, переходит в ц. И так как у нас и, э окончание, то и звук немножечко у нас меняется. Помним, что буква и, как волшебная палочка, смягчает или же даже изменяет звук двух букв, которые стоят возле неё. Билет о билетче, такое ч, 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 ч. Тата о таче. Шафа о шафе, шкаф о шкафе. Шеф о шефе, шеф о шефе. Фотограф о фотографе. Нос о ноще. Сос о соще. Класса о клаще. То есть нос о носе, соус. Я думаю о соусе, класс, я думаю о классе. Адам о адаме. Мама о маме. Программ о программе. Образ о образе. Картина о картине. Опять же, з у нас переходит в звук ж, потому что буковка и волшебница. Ваза о важе. Виза о визе. Окно о окне. Басен о басене. Кино о кине. Хлеб о хлебе. Торба о торбе. Хороба о хоробе. Мышля о торбе, мышля о хоробе. То есть я думаю о сумке, я думаю о болезни. Слова женского рода, которые заканчиваются на х. И видим, что х переходит в ш и имеет окончание э. Муха о муше. Мацоха о мацоше. Блаха о блаше. Мацоха мачеха. Мачха о мачехе. Сту, буковка о, переходит в мягкую л и имеет окончание э. Сту о столе. Школа о школе. Кшеслу о кшещле. Кщеншка. Слова женского рода, которые заканчиваются на к. Смотрим в табличку. К меняется на ц, окончание э. Кщеншка о кщеншце. Польска о польсце. Амарика о амарице. Склеп. У нас после буквы п идет окончание и э. Склеп о склепе, лампа о лампе, маппа о мапе. Карта о карте. Ровер, буква Р, у нас переходит в Ж. И мы скажем ровер о ровеже. Спацер о спацеже. Театр о театше. Велосипед о велосипеде, прогулка о прогулке, театр о театре. Прага, г, переходит в дз, где у нас тут? Г, 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 женский род. Г переходит в дз, окончание э. Прага о прадзе, дрога о дродзе, мышли о погодзе. Погода, мышли о погодзе. Дорога думая о дороге, погода думая о погоде. Пиво на в заканчивается, окончание и э. Пиво о пиве, кава о каве, трава о траве. О бяд, д, переходит в дз, и окончание и э. О бяд, о обедзе, и звук меняется. Д на дж, потому что буква и волшебница, помним. Вода о водзе, самоход о самоходзе. Судовник. Идем и далее. Итак, когда в, а когда же на. То, что мы делали, в общем-то, в первом упражнении. Во втором упражнении, вот здесь, мы не просто читали, нам надо было также сказать на или в. Давайте рассмотрим. Когда мы используем предлог в, когда мы говорим о какой-то стране, край, в какой-то стране мы находимся, в Польсце, например. О каком-то городе, когда мы говорим, например, в Кракове, какое-то здание, в Кине, то есть в Якимич-Будынку, в Кине, например, в кинотеатре. Когда мы используем предлог на. Когда мы говорим о какой-то активности, на фильме. Когда у нас какая-то площадь есть, на рынку, на рыночной площади. И когда какая-то локализация есть, на столе, например, на столе. И, увага, внимание, есть слова-исключения. На почте, на полиции, на дворцу, на бассейне, на университете. Эти все слова идут с предлогом на. На почте, в полиции, на вокзале, в бассейне, в университете. Итак, переходим к упражнению номер три. Надо сказать на или же в. Использовать нужный предлог. Кася, Катя живет в Люблине. У нас город, поэтому в. Анжела не любит робить закупу в супермаркете. Анжела не любит делать покупки в супермаркете. Будынок. Сегодня в офисе, опять же, здание офисное, есть новая секретарь. На канапе сидит кот. Какая-то локализация у нас. На диване сидит кот. В дому будынок. В дому нема цукру. Дома нет сахара. Или в доме нет сахара. Вокансия, на плаже. Завши ест дужу туристу. На каникулах или в отпускное время на пляже всегда много туристов. На пляже какая-то локализация. Собственно, очень созвучно с русским языком. На улице ест дужу корок. На улице большая пробка. Уикенд Хавьер и Уве были в пабе на пиве. Выходные Хавьер и Уве были в пабе в здании на какой-то активности на пиве. Вазон стоит на столе в покою. Ваза стоит на столе в комнате. Лаптоп стоит на бюрку. Лаптоп стоит на столе. Упражнение 4. Хавьер ест молоды, а ли працовываешь в велю месяцах. Где? Хавьер молодой, но он работал уже во многих местах. Где? Итак, когда у нас есть вопрос где? Где? Мы также используем месяцовник. Предложный поддержку. Давайте прочтем. Хавьер працовываешь на фарме, на ферме, в кухне, в какой-то кухне, в ресторане или в кафе, в рестаурации, а то может быть в кухне, в рестаурации, в ресторане, в баже, в баже, в баре, в клубе, в хотелю, в отеле, в супермаркете, в каще, в пиццерии, в дельфинарию, в школе. Слова, которые заканчиваются на ум, помним, относятся к среднему роду и в единственном числе, изменяя по падежам, окончание не изменяется. В дельфинарию. Итак, разберем месяцовник, личбы, многие, множественное число предложного падежа. Здесь все просто. Независимо от рода, будь то мужской, средний, женский род или средний род, окончание одинаково. У прилагательных – их, их, у существительных – ах. Сделаем пятое упражнение, потренируемся. Здесь у нас в скобочках слова, нужно раскрыть скобки и поставить нужное окончание. Здесь у нас везде множественное число. Уля мешка на Мазурах, але ей брат в Станах Зъедночонах. Уля живет на Мазурах, но ее брат в Соединенных Штатах Америки. Хавьер хотел бы ездить кататься на лыжах. Увы мял спотканье бизнесове в Катавицах. Увы имел бизнес-встречу в Катавицах. Маме воле ходить в споднях, ниж в спуднице. Маме предпочитает ходить в штанах, чем в юбке. Сподня – всегда множественное число брюки. Существительное – есть очень холодная осень, и все ходят в варежках-перчатках. Маме и Хавьер весном и ещенем езжем на роликах. Маме и Хавьер весной и осенью катаются на роликах. Увы бенджи учат ще езжечь на лыжвах. Увы будет учиться кататься на коньках. Упражнение номер шесть. Прошу узупеонить текст и подписать мебли на рисунку. Итак, в текст нужно вставить правильные слова, раскрыв скобочки, то есть вмей столбнику. Используем вмей столбник, предложенный падеж, и подписанные слова мы прочтем чуть позже. Итак, читаем, переводим. Покуй маме не ест ани дужи, ани мау. Комната маме небольшая, немаленькая. Ест в сам раз для студентки. В самый раз для студентки. Ясны и чихы, с видокем на парк. Комната светлая и тихая, с видом на парк. Маме може спокойне учаще рисовачь, маловачь и дугу спачь. Маме може спокойно учиться рисовать, рисовать карандашами, рисовать красками, например, и долго спать. По левой стороне, пшищане, в рогу ест бюрку. Пшик турым стои выгодне к шеслу, а по правой стороне в рогу стои шапа. С левой стороны или по левой стороне при стене у стены, около стены, в углу стои письменный стол, вот он у нас. Возле которого стоит удобный стул, выгодне к шеслу, невыгодный, а удобный стул, вот он стоит. А с правой стороны в углу стои шкаф. Вот этот шкаф стоит. В шафе вишем и лежем убранья маме. В шкафу висят и лежат одежда маме. На впрос джви есть окно. При окне стоит дуже ушко. На впрос, то есть напрямую от двери, вот мы сюда входим, вот у нас есть окно. Возле окна стоит большая кровать. На ушку лежат мягкие подушки, часом кщеншки. На кровати лежат мягкие подушки, иногда книги. По едной стороне ушка стоит фотель, а по другой стороне, на подлодзе, в шыщане, обок бюрка стоит лампа. С одной стороны от кровати стоит кресло, а с другой стороны, на полу, около стены, около письменного стола стоит лампа. Вот она. По правой стороне, по кою, в шыщане есть регал, на ктурым стоят кщеншки из дьенча маме. С правой стороны комнаты, около стены, стоит книжный шкаф или стеллаж, на котором стоят книги и фотографии маме. На широтку, на подводзе, лежит бежевый менгкий диван. На середине, посередине, на полу, лежит бежевый мягкий ковер. Диван, ковер. А на суфиче маме приклеила пластиковые гвязки, которые щвецом щебноцы и имитуем небо. А на потолке, на суфиче, суфид, потолок, на потолке маме приклеила пластиковые звездочки, которые светятся в ночи или ночью и имитируют небо. Итак, что у нас здесь есть? Бюрко, письменный или компьютерный стол, образ, картина, лампа, лампа, кшесло, стул, ушко, кровать, диван, ковер, фотель, кресло, регал, такой стеллаж, шафа, шкаф. Итак, переходим к следующему упражнению, номер 7, где цо ест. Перед нами рисунок и нужно сказать, где что находится. Вот у нас название, нужно использовать предлоги на в пши, это предлоги предвожного падежа, как раз таки. Давайте прочтем. Альбом о Виткаце лежит на столе. Альбом о Виткаце, о Виткевиче лежит на столе. Пензельки сом в кубку. Хисточки в стакане. Копия образу Виткаце, вещи на щане. Копия картины Виткевича висит на стене. Кубок стоит на пуделку акварелием. Значит, чашка стоит на коробочке с акварелием. Кубок, кружка стоит на коробочке с акварелием. Вот она стоит. Так, альбом о Виткеце лежит на столе. Вот он, чай возле лампы. Картка с Кракова ест в альбуме. Открытка с Кракова находится в альбоме. Вот она, я так понимаю. Телефон лежит при лаптопе. Телефон лежит около ноутбука. Чоколада лежит при телефоне. Шоколадка лежит около телефона. Увык лежит на зашиче. Карандаш лежит на тетрадке. Радио стоит при щане. Радио стоит у стены. Мапа лежит на столе при альбуме. Карта лежит на столе возле альбома. Словник лежит при кщеншках. Словарь лежит возле книг. Альбом о импрессионистах лежит на кщеншках. Альбом о импрессионистах лежит на книгах. Кщеншка до польского лежит при кубке. Книга для польского лежит возле кружки. Где-то вот здесь она есть. Лампа стоит при пуделке с аквареллами. Лампа стоит возле коробочки с акварелью. Вот она наша лампа. Вот она коробочка с акварелью. Слухавки лежат при лаптопе. Слухавки-наушники лежат возле лаптопа. Возле ноутбука. Слухавки всегда у нас во множественном числе наушники. Кщеншце мажет о далеких подружках. Я мечтаю о далеких путешествиях. Прочтем короткий диалог. Мами, спишь? Мами, ты спишь? Не, не спи. Нет, я не сплю. То, что робишь? Так что делаешь? Мышляю. Думаю. А о чем мыслишь? О чем ты думаешь? Мышляю о Японии и о моих родицах. Недлого ядет до них. Мушая всем купить презенты. Я думаю о Японии и моих родителях. Скоро я еду к ним. Вскоре. Недлого. Вскоре. Скоро я еду к ним. И мне надо всем купить подарки. Итак, мы видим, что у нас здесь написаны глаголы, после которых нам нужен месяцовник. Предложный падеж. Мышляч о чем о кем, мажеч о чем о кем, розмавяч о чем о кем, дискутовач о чем о кем, памятач о кем о чем. То есть думать о ком о чем, мечтать о, разговаривать о, спорить или обсуждать о, помнить о, памятач о кем ж. Помнить о ком-то, например. Также ходить по, споцировать по, ездить по, подружовать по плюс месяцовник. Ходить по чем-то, гулять по чему-то, ездить по чему-то и путешествовать по чему-то. Также месяцовник. И давайте сделаем упражнение номер один о чем они мышлям, о чем они думают. В скобочках видим, о чем они думают, и нам надо поставить предложный падеж. Уве мышли о польским пиве. Польское пиво о польским пиве. Хавьер мышли о плыванию, о плавании думает. Маме мышли о веткацем. Анжела мышли о языку польским. Какая молодец, Анжела думает о польском языке. Кароль мышли о пилце ножны, о футболе. Каролина мышли о курсе танца. Каролина думает о курсе танца. О чем же думаете вы сейчас или о чем вы мечтаете? Прочтем следующий диалог. Єстем зменшонный працом и школом. Маже о вакациях. Я устал от работы и школы. Я мечтаю о каникулах. Я не естем зменшона, але теж маже о далеких подружах. В Польсце ест добрже, але хчао бы поехать до Непалу и Тибету. Я не уставшая, но также я мечтаю о далеких путешествиях. В Польше хорошо, но я хотела бы поехать в Непал и в Тибет. А до Японии? А в Японию? Ясно, Япония теж ест интересуюнца. Так на правде, то хыба хчала бы им подружовачь по швечам. Конечно, Япония тоже очень интересная. Ну, так действительно, я бы хотела путешествовать по миру. Бардо добже. По друже дуже учим. А може разом в икэнды бендем ездить по Польсце? Очень хорошо, путешествия многому учат. А может, вместе в выходные будем ездить по Польше? Учим они мажем, чвечения других. Второе упражнение, о чём они мечтают. Вот у нас нарисовано, кто о чём мечтает. И давайте прочтём. Хавьер мажи о пенькных кобетах. Вот у нас Хавьер мечтает о красивых женщинах. О нартах, о аккордеоне, о лыжах и аккордеоне. Уве мажи о новочесном будинку, о современном здании, о долгих вакациях, о долгих каникулах, о жимном дринку, о холодном напитке. Маме мажи о... О чём маме мажи? О Хавьерже. Она мечтает о Хавьере. О аппарате фотографичном, о фотоаппарате, о перским коте, о перским коте. Спрашиваем, о перским коте, о персидском коте. О чём мажи Анжела? Анжела мажи о новым компьютеже, о дужем кще, о новой торбе, о новой сумке, о большом ксе, о новом компьютере. По втужениям. Здесь у нас в упражнении нужно раскрыть скобочки и поставить в правильную форму слова. Маме и Каролина любят спацировать по Кракове и робить с дьенча. Маме и Каролина любят прогуливаться по Кракову и делать снимки. Уве часом спацирует по Кажемежу. Уве иногда гуляет по Кажемежу. Паня Йоанна цодженнене ходит с псем по парку. Паня Йоанна ежедневно ходит с псом по парку. Хавьер, Уве, Маме и Анджела бендум ездить по Польсце. Все они будут ездить по Польше. Маме ходит по покою и повторяет новые словка. Маме ходит по комнате и повторяет новые словечки. Ивона и Томек любят ходить по горах. Ивона и Томек любят ходить по горам. Ну, цуж, надеюсь, я идешь в шестко. Ну, что ж, на сегодня все. Длинный урок у нас получился. Услышимся вскоре.